Благодарность народу Приднестровья за оказанную помощь и поддержку осенью 1990 года Чедерлунга выразила установка памятной стеллы. Торжественная церемония открытия мемориального знака прошла в рамках празднования 55-й годовщины придания Чедерлунге статуса города. В память об этих событиях, в память о тех людях, которые все-таки решились и приехали к нам для того, чтобы, имея у себя такие же проблемы, защитить нас, нашу землю, наш народ, наш язык. Ваши дети и наши дети будут помнить, и эта стелла будет, скорее всего, предупреждением о том, что решать все проблемы нужно мирным путем и нашим республикам, и вашей, и нашей. И вообще во всем мире нужен действительно мир, а не конфликты и войны. Все те люди, которые прибыли с Приднестровской стороны, были исключительно добровольцами. Это было естественное желание помочь гагаузскому народу, вспоминает один из организаторов формирования добровольческих отрядов. Сюда к вам приехали только добровольцы, никого насильно не было призвано, то есть именно люди хотели помочь. То есть, понимаете, мы дело в том, что мы в те времена воспитывались в Едином Советском Союзе. И для нас чуждо были вот эти вот, та брата убийственная война, которая здесь намечалась. Потому что многие у меня в батальоне были, которые прошли Афганистан. Слава Богу, что так получилось, что все обошлось без крови. Ну, там было, может, где-то малой крови. И то, благодаря, как говорится, Богу все обошлось. Установка в Чедерлунге памятной стелы – это дань уважения и памяти событиям 23-летней давности. Это очень знаковое событие. Мы никогда не можем забыть, как села, болгарские села, которые окружали гагаузские наши соседи, женщины, когда ложились и не пропускали волонтеров. И ряд молдавских сел, которые тоже не пропускали этих волонтеров, потому что они понимали, что все так переплелось – это родство, сводство, братовство, у кого-то дочка, дети, внуки. И простой народ не хотел этой войны. Памятный знак о событиях 90-го года был сделан по эскизу районного архитектора Александра Хитсука и обошелся бюджету около 40 тысяч леев. Субтитры создавал DimaTorzok